2020 год только начался, а уже произошло столько событий, которые просто взорвали мир. Пожар в Австралии, новый вирус в Китае, аномально теплая зима в Украине. Сейчас многие говорят о том, что резко меняется климат. Снег выпадает в тех странах, где он никогда не выпадал. Наводнения, сильные засухи. С чем это связано и как это остановить? Сегодня со мной Сергей Коловин. Сергей, имя Греты Тунберг сейчас у всех на слуфу. Почему она стала настолько популярной? И как вы относитесь к тем заявлениям, которые она говорила? Ну, можно сказать, что выступление Греты Тунберг в ООН – это довольно хорошо спланированное шоу. Где девочка, не имеющая ни квалификации, ни понимания, из благополучной семьи, которая может позволить ради того, чтобы экономить выброс углекислого газа, приплыть на яхте. Обращается с обвинением ко всему человечеству. Причем обвинение на совершенно беспочвенные и не имеющие основания, но имеющие главный такой позыв вызвать чувство вины, дабы как можно больше денег налогоплаченщиков уходило на борьбу с изменением климата. А это мероприятие длиной во всю жизнь на много поколений, потому что невозможно бороться с тем, на что мы никак практически не влияем. Но сейчас ее даже номинировали на Нобелевскую премию мира. То есть это вызывает какой-то резонанс? Вот это один из наиболее удивительных эффектов всего этого. То есть человеку поставили на место перед весьма уважаемыми слушателями, дали сказать озлобленную речь, не имеющую реального основания под собой, и за это тоже номинирует на Нобелевскую премию мира наравне с такими людьми, как Черчилль, Ганди и прочее. Ну она призывает к тому, чтобы мы защищали свою планету. Ну это же неплохо. Защищать планету неплохо. Проблема в том, что мы подразумеваем от чего ее надо защищать. Естественно, Библия нам дает указание, что человек должен заботиться и преображать творение. Возделывать его, орошать. Но есть вещи, на которые мы практически не влияем. И одна из таких вещей, которая сегодня является очень таким мейнстримом политическим в первую очередь, это борьба с изменениями климата. Борьба эта, она не новая. Появилась она впервые в 1975 году, но тогда как раз призывали бороться с глобальным похолоданием. Хотя и похолодание, тогда уж тем более никаких похолоданий не было. Это был просто такой минимум 11-летней солнечной активности. Действительно, последние примерно 80 лет наблюдается линейное повышение средней температуры на Земле. Но за то же самое время, допустим, выброс углекислого газа техногенный увеличился в 6 раз. Таким образом, если мы видим, с одной стороны, совершенно линейное увеличение, а с другой стороны, так сильно увеличившееся, мы можем предположить, что это процессы особо между собой не связаны. До этого боролись с озоновой дырой и под это выколачивались деньги налогоплательщиков. Сегодня уже никто озоновую дыру не вспоминает, потому что озоновый слой находится в балансе. Он сам то убывает, то уменьшается, потому что эта система в технике называется с отрицательной обратной связью. Чем озон образуется из кислорода под действием ультрафиолета. И озон же лучший фильтр для ультрафиолета. То есть, если озона мало, больше проходит ультрафиолет, а больше образуется озона. Если озона много, меньше проходит ультрафиолета, и распад озона быстрее, чем его формирование. Потом боролись с выбросом тепла, но извержение вулкана Эйофьюэляу Кюдель в Исландии выбросило больше тепла в атмосферу, чем вся человеческая цивилизация за все время ее существования. Сегодня борьба с углекислым газом, с диоксидом углерода и парниковым эффектом. Но это тоже, в общем-то, больше игра на неподготовленности публики, которая не понимает, что такое парниковый эффект и какую роль в нем играет углекислый газ. Да, я тоже готовилась к интервью и пересматривала разные ролики. И просто все кричат о том, что сейчас изменяется климат, что мы выбрасываем очень много углекислого газа, многие политики говорят об этом. И если даже говорить о моде или о молодежи, все переходят на экологичность, то есть там пакеты, все вот такое зеленое становится супер-супер модным. То есть это просто какой-то хайп для чего-то? Ну, что вы об этом думаете? Ну, с одной стороны, опять же, всегда нужно помнить, что не надо впадать в противоположную крайность и заботиться об окружающей среде действительно нужно. Можно проезжать на машине поблизости каких-нибудь городских свалок и просто видеть это поле выращиваемых пакетов, которые ветром с этой свалки сдуло и которые действительно долго не разлагаются. И это нормальная тенденция замены полиэтилена. Полиэтилен уникальный полимер, который действительно не разлагается, ни с кем не взаимодействует. Замена его на те материалы, которые со временем разлагаются, те же пакеты на качественные бумаги, особенно из вторичного сырья. Что же касается выбросов углекислого газа, то мы должны понимать, что мы-то напуганы углекислым газом, потому что нам рассказывают истории, когда люди там угорели и прочее. Но на самом деле это не из углекислого газа, а из угарного газа. То есть нет локиси углерода, а локиси углерода. Просто путают. Вот, я немножко не понимаю. Без углекислого газа жизнь на Земле невозможна, потому что углекислый газ питает все растения, а растения уже питают всю животную среду. Вот. Наибольшее количество углекислого газа поглощается, опять же, планктоном в океанах. Это, как я уже сказал, легкие планеты. Что касается парникового эффекта, то в нем углекислый газ всего составляет порядка 10%. 90% это водяные пары, с которыми мы никогда не бороться не можем. Вот. Более того, в этом углекислом газе порядка 4 всего процентов это техногенный углекислый газ. То есть у нас 4 десятых промилле влияния, которое мы делаем. Но опять же, баланс планеты, как она создана Богом, позволяет поддерживать это. Чем больше вырабатывается углекислого газа, тем больше растений, которые его перерабатывают. То есть не может быть такого, что углекислого газа становится слишком много, и это будет уже плохо влиять. Такого быть не может, да? На самом деле никаких данных о том, что в атмосфере увеличилось количество углекислого газа, просто не существует. Вот. Речь идет о том, что увеличивается средняя температура, и как-то это связывается с углеводородными источниками топлива. Но опять же, мы должны понимать, что того же угля, львиная доза в мире сжигается в Китае. Китай не участвует в климатических программах. Вот. То есть это тоже то, на что мы никак не влияем. И как я уже сказал, без углекислого газа у нас бы все воспламенялось вокруг. То есть в атмосфере нужное количество. Люди, которые глубоко не копают, они просто могут смотреть только на что-то, что там по телевизору показывают, или на какие-то погодные изменения. Но это правда то, что мы сейчас видим аномальные погодные изменения в мире. Как вообще это связано с климатом? Ну, можно же понимать, что атмосфера это неравновесная система. Поэтому как раз стабильность атмосферы это аномальное состояние. Ее изменение это норма. Изменяющаяся атмосфера это норма. И опять же на среднюю температуру на Земле влияет гораздо больше, допустим, такой фактор, как солнечная активность. С ним никакой выброс ни углекислого газа, ни водных паров не может сравниться. И с другой стороны, мы должны понимать, что все создано в балансе. И чем сильнее Земля нагревается, тем больше облачный покров, тем меньше солнечного света проникает, тем меньше она нагревается. То есть мы имеем дело единственное с эффектом маятника. Температура то растет, то падает. Например, нынешнее потепление еще даже не достигло уровня потепления где-то 900 года нашей эры, когда еще викинги в Норвегии выращивали поля. И потом уже из-за похолодания им пришлось заняться другими способами промысла. Наибольшее похолодание прошлое было примерно в 1700 году нашей эры, когда темза замерзала. Средняя температура на Земле колеблется. И это нормально. Как бы человеку ни казалось, что он на это оказывает большое влияние, это на самом деле не так. А вот если я буду выбирать новую машину, и мне скажут, что ты можешь купить эту машину вдвое дороже, но зато она меньше будет выбрасывать углекислого газа. Машина действительно загрязняет среду, но не углекислым газом. Уже практически все отказались от бензина, содержащего свинец, что действительно загрязняло среду. Естественно, что надо следить, чтобы масло не сливалось или автомойки при этом после мытья не выбрасывали неочищенные воды в водоемы. То есть это действительно проблема существует. Но свести проблему к чему-то, из чего просто легко выколачивать деньги из государственных грантов за счет налогоплательщиков. Или, допустим, в Нидерландах введен сельскохозяйственный штраф на пищеварительные газы, которые испускают коровы. То есть фермер платит налог за количество коров, потому что это засоряет окружающую среду. В то время, как, допустим, мы знаем, что в Индии, наоборот, корова это священное животное. Не в смысле, что ему поклоняются как божеству, а его нельзя трогать, потому что при населении таком, как в Индии, без коров просто истощилась бы почва. То есть главная задача коров там это удобрять почву и производить топливо, потому что на коровьем навозе большинство людей готовит еду в Индии. Так что тут мы должны понимать, что в большой степени это результат пропаганды, вот этого хайпа, страха и наращивания чувства вины, на основании которого потом всевозможные государственные органы могут присваивать гранты и их тратить по своему усмотрению. Сейчас многие говорят о том, что ледники в Антакте тают и может подниматься уровень Мирового океана и этим также затапливать какие-то островные государства или приокеанные. То есть как вы думаете, стоит ли сейчас уехать посмотреть на Венецию, чтобы посмотреть ее еще над водой? Ну, можно сказать, что Венеция уже сейчас не всегда над водой удается посмотреть, ее регулярно затапливает. Но это связано не с таянием пока что ледников, а с ветровой активностью, которая нагоняет туда воду. И вот буквально пару лет назад мы видели, как на площади Марков вдруг начинает подниматься вода, но благо мы не застали тогда потопа. А так, в общем-то, уже за последние два года дважды туристов эвакуировали из Венеции. Ледники тают, это факт, но это опять же часть вот этой вот процесса. На самом деле самым большим глобальным потеплением в истории Земли был всемирный потоп, когда огромное количество горячей воды вышло из недр Земли. К чему это привело? К тому, что было очень мощное испарение, мощный облачный покров. И в итоге очень теплые зимы с обильными снегопадами, потому что снег падает, когда теплая зима, когда мороз, снег не падает. И холодное лето, когда этот снег спрессовывался, но не успевал таять, и наступил ледниковый период. И огромное количество воды, которая вышла с потопом, она аккумулировалась тогда в ледниковых шапках, причем не только в Антарктиде, но и все на севере Евразии, в Гренландии. Потом пошло таяние этих ледников, и, допустим, затопляемые целые острова, государства, та же самая Атлантида. То есть вы считаете, что Атлантида существовала, да? Ну, даже, в общем-то, сейчас найдено предполагаемое археологическое место ее нахождения на Днем Боре, благодаря, кстати, Google Maps. Серьезно? А где? Да, в Атлантическом океане, примерно там, где Аристотель описывал ее местоположение. Троя известная, она была основана царем Дарданом, который жил на островном государстве, и описывается в хрониках, что его царство ушло под воду. То есть это было повышение уровня... Атлантида, да? А? Атлантида. Нет, это уже царство Дардана, это все в Средиземном море, вот, и он высадился на суше и основал город, назвал его в честь своего сына Троя, Троя, вот, а пролив называется Дарданеллы, на котором стоит Троя. Вот, то есть повышение уровня океана из-за таяния ледников, в общем-то, это реальное явление, но это, опять же, не что-то новое. Бог поставил Адама царствовать над всем живым, то есть, и это значит, что мы также должны защищать Землю, правильно? Совершенно верно. Тут действительно было сказано, что человек должен был возделывать и оберегать творение, то есть мы являемся представителем творца в творении. И мы можем видеть, как люди сильно относятся по-библейски, они просто преобразуют творение. Вы можете посмотреть, например, из космоса спутники современного Израиля. Это то, что 50 лет назад было пустыней, фотографии, когда 100 человек делят несколько акров барханов по жребию, и сейчас там Тель-Авив на этом месте. Есть такая шутка, почему Моисей водил евреев 40 лет по пустыне, он искал там единственное место, где нет нефти. То есть, действительно, страна, которая на Ближнем Востоке, в месте, где нет нефти, вот, но она процветает экономически именно за вот этого, за хозяйского отношения к земле. Особенно интересно видеть, опять же, на снимках из космоса, вокруг пустыня, а вот эта зеленая полоска земли, особенно вот резкая граница между, это граница сектора газа, где просто желтая с одной стороны и зеленая с другой стороны. Это просто разные отношения к земле, как к божьего представителя, который, кому она дала для преображения, и люди, которые хозяйничают на земле, в смысле ее эксплуатируют. Но где вот эта граница между тем, чтобы как бы разумно охранять землю и возводить охрану или защиту какой-то культ, или как новую религию? Экология в нынешнем понимании этого слова, потому что изначально экология это наука взаимодействия экосистем, вот, в понимании как охрана природы становится новым культом, культом защиты матери земли. У нее есть два проявления, это такое мягкое проявление, это мы должны защищать природу, чтобы нам жилось хорошо, вот, потому что если мы отравляем природу, в итоге нам придется самим жить в плохих условиях потом. И всякие там постапокалиптические фильмы художественные показывают ужасное состояние, радикальная экология говорит о том, наоборот, что является сама природа высшей ценностью, и поэтому природа должна сохраняться ради самой природы. А больше всего на природу влияет именно человек, поэтому нужно сокращать популяцию человека, там, идея золотого миллиарда и прочее. И людям кажется, что мы очень много места занимаем в этой земле, на самом деле, если собрать все население земли в Англии, то на каждое будет приходиться порядка 30 квадратных метров. То есть не так много на самом деле. То есть на самом деле мы должны понять, что половина населения земли живет в Индии и Китае между ними, то есть на вот этом небольшом пространстве. Все остальное более-менее свободно. Население Японии чуть меньше, чем население России. Притом, при сравнителе территории Японии и территории России. То есть не так-то много мы места занимаем. Но действительно многие говорят про защиту. Даже Папа Римский выпустил вот такую информацию, энциклика Laudato Si, которая говорит о климате, о защите. То есть нам даже как христианам нужно беспокоиться об этом, потому что это место, на которое мы живем. Ну мы должны видеть разницу между понятием, происходит подмена понятия забота о природе и забота о климате. Климата, на то, что мы в принципе не влияем и повлиять не можем. Но на это можно тратить усилия, самое главное средства налогоплательщиков бесконечно. Забота природы это то, что нам действительно заповедано, но это забота каждой вокруг своего дома. Я не должен ждать, пока правительство придет и уберет возле моего дома. Хорошо. Человек ничего не может сделать для того, чтобы изменить климат. Но почему в последнее время так много таких каких-то катастроф экологических, то есть там наводнения, огромные пожары, землетрясения происходят, которые пугают очень человечество и он не может этого никак изменить? Наверное, пугают это ключевое слово. То есть пугалки распространяются с огромной скоростью. Мы сегодня уже живем не в постмодернистском обществе, в репостмодернистском обществе. Кто-то что-то прочел в интернете, тут же это перепостил. Яркий пример пожара в Австралии. Да, уровень пожаров в Австралии в этом году больше, чем в предыдущие годы. Причем это имеет опять же чисто политическую причину. Потому что к власти в Австралии пришли люди, борящиеся за окружающую среду и запретили вот эти вот санитарные палы, которые регулярно проводились. То есть от Саванна там горит регулярно, ежегодно. Санитарные палы позволяли это делать контролируемо. Потом их запретили, теперь они контролируют пожары, но в итоге они процентов может быть на 20, на 10 даже, больше, чем обычно. Но интернет заполнили, тут же фотографии обгоревших животных, причем трогающие сердце человека, фотографии 5-летней, 10-летней давности. Картинка с горящим всем континентом. И только ленивый ее не перепостил. Думая, что люди уже со всех сторон Австралии бросаются в море, чтобы спасаться. То есть да, действительно это была серьезная проблема в этом году с пожарами в Австралии, более серьезная, чем обычно. Но то, какой опять же хайп был поднят в интернете, сегодня любую новость, которую мы читаем в интернете, нужно подождать 2 или 3 дня, прежде чем делать какие-то из нее выводы. Потому что в этом сам репост в модернистском обществе мы уже не отличаем мнение от фактов. Но технологии сейчас развиваются очень сильно и как бы намного сильнее, чем раньше. Не может ли настолько стремительное развитие технологий привести к экологической катастрофе, которая может вообще уничтожить Землю? Ну, начнем с того, что сейчас уже развиваются технологии, в первую очередь, интенсивные и информационные технологии. Информационные технологии особо никак не влияют. Далее, при разговоре о тех же самых альтернативных источниках энергии, там перехода на электромобили и прочее, почему-то никто не обращает внимания на то, сколько того же углекислого газа выбрасывается, чтобы выработать эту электроэнергию, которую вы потом зарядите автомобиль. То есть мы живем, опять же, в постиндустриальную эпоху, когда задача пропаганды, задача рынка вообще не удовлетворять потребность, а формировать потребность. В этом может убедиться поставить любой рекламный ролик. Вы видите некие товары, которым вы вообще не задумывались. Вот посмотри в этот ролик, вы начинаете его хотеть. И это часть вот этого пропагандистского влияния на формирование нужд и выкачивание денег. Подводя уже итоги нашего разговора, как нам реагировать? Как нам относиться к ситуации, которая происходит? Ну, в первую очередь, писание нас учит ко всему относиться разумно. То есть всякая новость, всякая жареная новость должна остыть. Не бросаться, тут же начинать перепочвивать, поднимать скандалы и прочее, выяснить факты. Если идет какая-то информация, всегда вопрос должен встать с точки зрения критического мышления. Насколько эта информация достоверна? Каковы источники, из которых она поступает? Кому выгодно, чтобы эта информация распространялась как можно шире? Из этого уже можно сделать многие выводы. Как христиане, мы должны помнить, что мы в первую очередь в ответственности за свой дом, за свою страну. И наш дом должен быть примером на нашей улице, где нормально, постоянно чистота, там цветочки посажены, все побелено. Показывать пример реальной заботы и в первую очередь пример через это заботы Божьей о человеке. И нам быть его представителем в этом мире, заботиться о своих соседях, об окружающих. И если какие-то проблемы, там прошел ливень, там смыло почву и прочее, не говорить, ну что ж делать, что ж поделать. Продолжать, помнить, что мы поставлены зелё, чтобы возделывать это. Но вывод, который мы можем это сделать, ну что ж, пусть будет пустыня. Или вот нет, мы опять посадим, потому что наша обязанность это возделать и преображать. Большое спасибо вам за ваши ответы. И спасибо всем, кто смотрел наше интервью. И как сказал Сергей, защита земли начинается с защиты нашего дома и заботы о нашем доме. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал, нажимайте колокольчик для того, чтобы вам приходили напоминания о новых видео. И до встречи на следующей неделе. Субтитры подогнал «Симон»